Подальше от войны, только по официальным данным, на территорию России за пять месяцев прибыло больше миллиона граждан Украины. Ростов-на-Дону, Москва, Пермь, Новосибирск едут куда угодно, лишь бы не видеть то, как их родину разрушают, как убивают их родных и близких. На территорию Ненецкого округа, по последним данным, ФМС прибыло 95 украинцев. Все они напуганы и хотят одного – мирного неба над головой. В большинстве случаев принимают их радушно, но злые языки найдутся всегда. В последнее время в округе поползли слухи о том, что беженцам будут предоставлять без очереди квартиры, места в детских садах и работу. Где правда, а где ложь? Ответ на этот вопрос нашла наш корреспондент Алина Ваучейская. Они бежали от войны. Не понимая, за что, так судьба наказала их, за что их предало родное государство. Поток беженцев с юго-востока Украины возрос в начале июня. До сих пор на Украине продолжаются боевые действия. Сейчас в России уже больше миллиона человек. Только в Ненецкий округ прибыло больше 80 беженцев. Обычная среднестатистическая семья – мама, папа, дочка. С Басовыми мы познакомились около месяца назад. Взрывы и обстрелы Екатерина, конечно, не видела, но что такое война, знает не понаслышке. И даже когда в Луганской области начались боевые действия, она до последнего верила, что их семью страшные события не коснутся. Но когда силовики стали подбираться к их поселку, пришлось экстренно покидать родной дом. С собой взяли только самое необходимое – воду, кое-что из одежды, медикаменты и подгузники для маленькой Евы, 9-месячной дочки. До границы добирались на машине, после – пешком. Пересечь рубеж Украины и выехать в Россию у Басовых получилось только с четвертого раза. Да, тяжело было. Коридоры то откроют, то закроют, то начинаются бои, все разъезжаются. Вроде бы есть коридор, все, звонят, можете ехать. Только начинаешь пробираться, только начинаешь ехать, и не звонят, все, начались бои, отбой, все, нужно куда-то уходить. И поэтому так несколько раз пробовали, пробовали, старались уехать. Рассказывая об этих ужасных событиях, в глазах Екатерины мы увидели не только страх, отчаяние, боль и обиды за то, что их придала родная страна. Нас попросили не снимать встречу Басовых с тетей, которая помогла им перебраться в Наринмар. Но за дверью были отчетливо слышны рыдания. Там, на Украине, у них остались все родные – бабушки, дедушки, родители и друзья. Некоторые, конечно, смогли выбраться из военной западни. Например, Людмила Котлова из поселка Индустрия. В Наринмар она приехала с мужем и сыном. На родине у Котловых остались родители. Сначала регулярно созванивались с ними. Теперь связи в Луганской области практически нет. Связь, что была, нету. А сейчас как бы с перерывами, но еще созваниваемся. А не планируют их вывезти? Не хотят. Не хотят уезжать, да? Потому что все осталось, все нажито, они хотят. Куда? Мы, молодые, как бы еще сможем что-то сделать, ну как бы нажить это все. Они уже все, как бы уже... Семья Савченко тоже из индустрии. И тоже натерпелись. Находясь здесь, под чистым и мирным небом, они хотят только одного – забыть весь этот ужас и начать жизнь с чистого листа. На наш вопрос, вернетесь ли на Украину, отвечают однозначно – нет. Нет там будущего, отмечают они с отчаянием. Глава семейства сейчас оформляет все необходимые для трудоустройства документы. Но страшные воспоминания не выходят из головы. Ни на минуту. В Луганской пришлось покататься. И на данный момент, сейчас у меня там мама, отец остался, бабушка. Со вчерашнего утра вот и до вечера их это, обстреливали. В поселке Назвардия находится, с соседним находятся наши ополченцы. Вот, связь вчера вечером разговаривали, прервалась. На данный момент я не знаю, что с ним. Семья Коростылевых в Ненецкий округ прибыла около недели назад. Чтобы встретиться с ними, мы отправились в социальную гостиницу. С виду жизнерадостные люди. Но как только задаем вопрос, оправда ли, что там война, улыбка с лица моментом исчезает. В глазах смесь страха, досады и злости. Злости на тех, кто устроил войну, кто лишил их мирного неба над головой. Не буду скрывать, буквально от нашего дома мы живем в частном доме, частный сектор у нас. Буквально в 300-400 метрах от нашего дома ставят, как мы их назовем, укропы. Назвардия ставит минометы и производит бомбежку, скажем так. Это на самом деле так. А вы давно уехали? Нет, недавно. Может быть, неделю назад. Никаких проблем не было, когда вернулись и пересекали? Ну, ехали мы тоже так, такими путями, напрямую, как бы, я пришлось немножко мудрить. История типичная. Люди в масках, взрывы, ночные перестрелки. События последних месяцев они вспоминают как кошмарный сон. Когда спасались, в голове была одна мысль – остаться в живых и уберечь дочку. Истребители над крышей дома и вооруженные солдаты на улицах родного города, артобстрелы и фейерверки из фосфорных бомб. Благо, теперь весь этот ужас позади. Семилетняя Алина пошла в первый класс. Ребята и учителя девочку приняли радушно. Мы съездили в пятую школу и лично пообщались с первым учителем Алины. Нет, Алина не отличается от остальных ребят. Такая же активная, общительная, как остальные первоклассники. Выполняются требования учителя, то есть обычный ребенок. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о распределении между субъектами России граждан Украины, прибывших в нашу страну в экстренном порядке. Для каждого субъекта предусмотрена своя квота, в рамках которой каждый регион должен принять определенное количество украинцев. Так, самое большое количество бежавших от войны примут в Новосибирской области, порядка 11 тысяч. Красноярск примет около 2,5 тысяч беженцев. Столько же беженцев отправится в Тазарстан. Всего же в России сейчас развернуто более 900 пунктов временного размещения беженцев с Украины. Палаточные городки будут действовать до тех пор, пока окончательно не будет выстроена новая схема приема беженцев. Четыре палаточных лагеря для украинцев в Ростовской области уже переполнены. Власти этого региона намерены ускорить отправку беженцев в другие области страны, так как квота на их размещение в Ростовской области уже исчерпана. О статусах, которые могут получить граждане Украины, нам рассказал начальник отделения по делам миграции ОКМС России по Ненецкому округу Василий Юдин. У нас есть несколько статусов иностранных граждан. Это первый статус – это временное пребывание на территории Российской Федерации. В этом случае они могут находиться в Российской Федерации 90 дней. И в дальнейшем срок пребывания может быть продлен на основании полученного разрешения на работу для трудовой деятельности у юридических лиц, либо патента для работы у физических лиц в домашнем хозяйстве. То есть часть граждан ограничивается этим временным пребыванием на территории Российской Федерации и, к примеру, оформляет патент для работы у физических лиц в домашнем хозяйстве, там ремонтировать квартиру, строить дом и так далее. Второй статус, который могут получить граждане – это временное проживание на территории Российской Федерации на три года. Оно дает возможность проживать в Российской Федерации, соответственно, три года. При этом он может свободно перемещаться, въезжать-вуезжать за пределы страны. Может работать без специального разрешения на работу у юридических лиц, оформить полис медицинского страхования. И в дальнейшем может стать участником программы по добровольному переселению соотечественников. Либо, прожив год, через год у него возникает право, он может обратиться за получением нового статуса, стать постоянно проживающим иностранным гражданином, то есть получить вид на жительство на территории Российской Федерации. Ненецкий округ же должен принять на свои территории до конца этого года не менее 150 человек. Мы хотим успокоить тех жителей округа, которые в свете последних событий стали верить слухам о том, что беженцам будут предоставлять квартиры без очереди, места в детских садах, работу, первоочередное право пользоваться медицинским обслуживанием и прочими привилегиями. Это все глубокие заблуждения. Что касается жилья, для вынужденных переселенцев из Украины готовятся несколько общежитий в городе Наринмаре и поселке Искателей. Жилое помещение в гостиничном комплексе «Арктический» смогут сдать к 15 сентября. Срок окончания ремонтных работ в административно-бытовом комплексе по улице «Авиаторов» – 18 сентября. По жилью вопрос будет решаться только по пунктам временного размещения и создаются они пока на полгода. В первую очередь, конечно, вопрос будет решаться по трудоустройству. Когда будет трудоустройство, будут доходы и, конечно, будут вопросы с жильем решать, в общем порядке, как решают и жители округа. Нет жилья арендуют, соответственно. Либо, если есть возможность, работодатель предоставляет, если нет возможности, работодателя, то будет самостоятельная аренда жилья после того, как прекратят работу пункта временного размещения. То есть квартиры из очередей им выделяться не будут? Конечно, нет. А это молодая пара из города Красный Луч в Луганской области. Они одними из первых прибыли в наш регион. С Викторией и Алексеем наша съемочная группа познакомилась в начале июля. Из их рассказов мы узнали, что молодые люди хотели пожениться, но не успели. Теперь жизнь нужно начинать практически с нуля. Возвращаться в родной дом, пока не торопятся, говорят, опасно для жизни. А украинские СМИ ежедневно передают о том, что в стране царит мир и покой. Украинские там показывают вообще неправду, что смешно смотреть на эти новости. То сами, то кондиционер взорвался, то еще там что-нибудь просто, но это очень смешно. Хотя с нас стреляют точно. Самое страшное уже позади, уверяют Алексей и Виктория. Осталось встать на ноги. Алексей уже устроился на работу. Теперь планирует обрести свой угол. А еще рожиться теплыми вещами. Ведь в родном городе они были не нужны. Сейчас любая помощь для молодой пары, как и для всех тех, кто бежал, куда глаза глядят, лишь бы подальше от бомбежек и обстрелов, будет очень важна. Ведь сами они никогда о ней не попросят. Не привыкли. С чистого листа. Этим людям, бежавшим от войны на Украине, понадобится еще много сил и терпения, чтобы начать новую жизнь на новом месте. Главное для них сейчас поддержка со стороны россиян и, конечно же, нас, наринмарцев. Так давайте же будем толерантными. Пережить тот кошмар, который пережили они. И врагу не пожелаешь. Алина Волучейская, Антон Гудряков, Николай Таратин и Сергей Качиков Телеканал Север. Программа «Итоги недели».